Сейчас 16.31, мы находимся на международном автомобильном пункте пропуска Армянск. В этом синем автобусе находятся 7 семеро моряков украинских, задержанных в российских территориальных водах. Их сейчас они выезжают на нейтральную полосу, где и произойдет обмен семерых российских моряков на семерых украинских. Короткое интервью перед отъездом в сторону Украины. Рыбаки соседней страны с двух украинских лодок, задержанных за браконьерство в мае и в конце лета на Азове и в Черном море, разговаривают неохотно, что их может ждать дома. За интервью российским телеканалам на условия содержания на полуострове они не жаловались. Ребята, а имеете возможность общаться с родными по телефону? Да, конечно. А? Да. Никаких обид нету? Нет. На несколько минут пропуск транспорта на границе в обе стороны остановили. На длинном фокусе едва угадывается, как одни моряки высаживаются, а другие заходят в автобус. Весь процесс обмена занял всего 20 минут. И вот российские моряки Сейнера Норт уже дома в Крыму, где их ждали без малого 7 месяцев. Их автобус сейчас находится вот там. Его из-за забора не видно, но возвращаются моряки действительно по встречной полосе домой как можно скорее. Самый старший член экипажа Юрий Савельев первым делом демонстрирует российский триколор. Флаг судна Норт, которое было задержано в территориальных водах Азовского моря 25 марта этого года, ему чудом удалось сохранить и привезти флаг на родину. Мы сохранили, не топтали нашу родину, наш флаг. Как наши деды в войну знамена выносили, так и мы. Мы сегодня как бы сомневались, там уже думали, мало ли там какая картина будет. Уже даже ничего не говорили, мы уже думали, давайте не загадывать ничего. Переговорный процесс очень достаточно сложный был и очень долго длился. Это все случилось буквально вчера, могу вам так сказать. Процентов 80 было уверенность, но 20 ожидали какого-то подвоха. Слава богу, то есть ребята на месте. За 7 месяцев они дважды пытались пересечь границу, но оба раза их возвращали. Требовали от крымчан признать себя гражданами Украины, но российские моряки каждый раз отказывались. Двоим членам экипажа чудом удалось через Белоруссию ранее вернуться домой. О том, что они уже дома, в российском Крыму, их родные еще не знают. Мы даем телефон, чтобы Павел, матрос Норда, позвонил супруге. Номер он помнит наизусть. Малыш, ты меня потеряла? Я дома, я в Крыму. Я в Крыму. На Украине все еще остается капитан Норда Владимир Горбенко. Там ему грозит до 5 лет лишения свободы за якобы нарушение украинской границы. В Крыму остается капитан украинской мотофилюги. И стороны сохраняют шансы для дальнейших переговоров, чтобы моряки обеих стран как можно быстрее оказались дома. Виталий Каченко, Юрий Ламзин и Али Харачих. Первый канал. Российско-украинская граница. Армянск.